Ну с граждане без конвойнички все приняли участие в зоновской перекличке, то есть в переписи пока не бритого поголовья. Росстат утверждает, что 99 процентов переписал, включая 500 миллионов путинских ипотечников. Всех, кто отказывался, переписали через соседей. А кто согласился, тот выдумал еще пару-тройку россиян, ну чтобы врагам мало не показалось. Ибо знай наших, война дышит в шерстяную морду, а нам все ни почем. Мы можем еще и зоновской одеждой врага напугать. Пещерные модельеры уже предлагают модные душегрейки. Еще немного и лапти с портянками вернутся в обувной отдел. Пока государство обманывает скрипошар, их те отвечают полной взаимностью. Данные более 500 тысяч россиян из московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в телеграм-каналах. Но не хотят граждане колоть в себя непонятно что. И снова зараженных за сутки больше 40 тысяч и погибших от короны больше 1200. И ведь понятно, что государство тупо врет, потому что заражается и умирает гораздо больше. Но чума чумой, а бизнес это пацанское все. Минобороны России зарегистрировала БАТ против коронавируса. Шойгу и до того был одним из самых богатых в России, а теперь и собаки своей бриллианты в зубы вставит. Осталось только закон о биодобавочках принять и вуаля, еще один источник доходов будет поставлен на поток. А чтобы взбодрить ватных бесконвойничков, свердловские власти решили рассмотреть вопрос о запрете на продажу алкоголя без QR-кода. Похоже, каждому виноводочному отделу придется приставлять вооруженную охрану, дабы возбужденные трезвостью антипрививочники Аврору не подогнали. Но ничему система не учится. С чего началось обрушение СССР? Правильный ответ с антиалкогольного закона и табака по талонам. С другой стороны, чем хуже, тем лучше. Магадан стонет у пустых прилавков. Станция Голод подъехала к ним так неожиданно, пока сотник сгущал краски, что совкопитеки зажмурились от удивления. Они-то просто хотели в СССР. А тут пустые полки. Никогда такого не было. И вот опять. А еще подъехала станция репрессии. Чекисты хотят, наконец, прикрыть международный мемориал. Ну какие права могут быть на зоне? Память о жертвах раздражает чекистов. Им пора снова начинать стрелять в затылок. У них лапы исчисались все. А им в морды суют фотографии тех, кого мочили в подвалах их славные деды-застрельщики. Запретить мемориал к чертовой матери и разойтись попыточным, занявшись, наконец, любимым делом. А на международном фронте царит ближневосточная лепота. Лукашенко так разогрел польско-литовское направление, что даже по турецким авиалиниям отскочило. Турки такие хитрые. Сначала помогали Путину с Лукой завозить мигрантов, как оружие для давления на ЕС. А когда на горизонте замаячили санкции, тотчас побожились, что больше не будут брать на борт своих самолетов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена. Зато аэрофлот не побожился, потому что его вклад в дело нагнетания напряженности поистине масштабный и, похоже, санкций не избежать. А это значит, что Чекистская пещера будет забетонирована еще и снаружи. Причем так, что Путин сможет на голубом глазу заявить «это не мы своих граждан не выпускаем, это Европа их не пускает к себе». И ведь будет по факту прав, с одним дополнением, что этот крысеныш сделал все для созревания такого решения со стороны Евросоюза. А пока фрау Штази умоляет Путина повлиять на Лукашенко, тот, следуя пляшивым инструкциям, врет напропалую о воинственных и бесчеловечных поляках, отлавливающих на своей территории несчастных беженцев. Кстати, информация, озвученная на канале Сотник ТВ, полностью подтвердилась. Российско-белорусские спецслужбы действительно под видом беженцев перебрасывают в Европу хорошо подготовленные группы террористов-диверсантов. Так что Рождество намечается. Ох, какое веселенькое! Если учесть то, что Путин продолжает наращивать силы на украинском направлении, а Китай щурится в сторону Тайваня, пазл складывается вполне боевой. Лукашенко грозится перекрыть газовый вентиль в Европу. И это выглядит сеансом чревовещания, потому что участок газопровода на территории Беларуси в 2011 году был полностью продан России. Так что угроза эта исходит не от бульба фюрера, а от самого Путина, который весь этот миграционный кризис и замутил. Любой, кто боится сгустить, скажет уклончиво, что-то назревает. И лишь называющие вещи своими именами говорят открыто, скорее всего, будет большая война. И при готовиться к ней невозможно. На Путло ТВ милитаристские истерики в режиме 24 на 7. Искандеры уже не хохочут, а рычат всей пастью Соловьева. А Вашингтон предупреждает европейских союзников о готовящемся вторжении Путина в Украину. Но, как пишут пропагандисты, двух третей россиян не коснулись санкции. И им же до фонаря законы об иноагентах. Наверное, война им тоже до фонаря. Ведь они бессмертные, потому что умерли уже давно. Вашингтон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова